Привет! Получил Галахорн и теперь ищешь катализатор? Что ж, я всё расскажу. Но если ты пропустил появление самого квеста на галлик, то ссылка в описании, посмотри сначала то видео. Чтобы получить катализатор для Галахорна, вам вновь нужно отправиться в подземелье Тиски и Алчности. Хорошая новость, если вы думали, что катализатор падает за прохождение потанной мастер-версии, то нет, это не так. Достаточно пройти обычную легенду, но с выполнением некоторых простых условий. Вам нужно будет собрать три сундука. Первый будет ждать вас неподалёку от входа в подземелье, как показано на видео. Вам сначала нужно найти специального вандала падших, за нанесение урона, по которому вы получите ТН-грамки с дебафом. И именно пока на вас дебаф, вы и должны будете открывать сундуки. Первый вандал находится на скале справа, а сундук прямо напротив него на небольшой постройке. Второй сундук будет ждать вас в большой комнате, заполненной водой сразу после парковки, так назовём. Выбивайте дебаф из этого парня рядом и проходите наверх по коридору. На платформе справа от входа в зал вас и будет ждать сундук. Третий сундук будет ждать вас на этапе с гигантским шаром и гравитационными пушками. Для того, чтобы его отыскать, вам сначала всё же необходимо пройти этот этап, то есть полностью снять полоску здоровья этого механизма, после чего все катапульты нельзя будет двигать, кроме центральной. С её помощью вам нужно перепрыгнуть на вот этот большой остров с кучей построек, и на нём вас будет ждать вандал с дебафами. Собирайте нанграмку и возвращайтесь через катапульту на центральный остров. На крыше здания вас ждёт сундук, из которого вы и получите катализатор. Чтобы установить каталик в галахорн, вам нужно заполнить шкалу убийств на нём. Быстрее всего это можно сделать на этапе с Шура Чи в рейде «Последнее желание», поскольку мы делаем катализатор на тяжёлое оружие и нам нужно много патронов, а тут есть где поставить флаг для подзарядки и много мелких мобов для фарма. Порядка 6-7 заходов и каталик будет готов. Что делает катализатор? Во-первых, теперь галахорн держит в заряде две ракеты, прямо как в первой части. Это довольно полезная особенность для ДПС по боссам. Во-вторых, его маленькие заряды в ульфпаке тоже будут улучшены. Убивая противников этими самонаводящимися осколками, вы создадите ещё таких же, но которые будут наносить увеличенный урон, что хорошо видно по жёлтым цифрам дамага. Если в обычном галахорне за выстрел вылетает 6 снарядов, то с катализатором их будет 12. Дополнительные снаряды появляются лишь раз, и эта цепочка не бесконечна. Делает ли катализатор имбу из галахорна? Хороший вопрос. Хороший вопрос для обзора, который выйдет чуть позже, чтобы мне побольше времени было и с ним побегать, поиграть. Чтобы не пропустить его, подпишись на канал и прожми колокольчик. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok